Ну, увидим, как оно будет. Может быть, Крэйзи действительно против после матча с ЭГФ подсобрались, тоже тренились, но... Насколько я видел, по-моему, команда Крэйзи здесь является таким прям плотным фаворитом в этом Best of 3 матче. Ну, вот и посмотрим, да, ЭГФчики. Ну, а действительно посмотрим за тем, как будет развиваться. Ход на карте Дэмми Раш, расстрелялись ли Онорис или расстрелялись Крэйзи. Уже Сенсей нашел фраг на стомпа, там был поджим Апартов, и там Сенсей все дождался, имея в руках П-250. А раскидка у нас будет под базу Б, там только один опорник, и это Призм. Ну, Псайха пытается все еще как-то законтролить Апарта Б, и рано или поздно к нему соперник-таки действительно может прийти в лапы, учитывая засаду. Наверное, все-таки Крэйзи так и будут, да, пытаться до конца в этой пистолетке заходить под Б-сайт, но непонятно, да, будет ли реакция какая-то от поляков. Они и так в меньшинстве, и хотелось бы еще одного опорника на Б, но это опять же в идеале. Но товарищ может очень быстро вернуться через парыч, разве что. У нас там раскидка пошла, снимают быстро-бодро Призма. Это уже 3-5, меньшинство для команды Онорис, но выход у нас намечается под Аплент, нафейковали. Стянули оборону к себе, и, соответственно, здесь только один ТАС, Виктор Войтас попытается что-то еще сделать. Демк его пока что не чекает, получает ТАС хэдшот, отваливается Рэйка, отваливается Нео, и первый раунд уходит Крэйзи очень быстро, вообще без шансов для команды Онорис. Ну и поляки берут себе Форс, судя по тому скауту, который я вижу в руках у Нео, также закупается и Виктор Войтас. Великий человек, Виктор Войтас. Да. Да, и Нео тоже. Что ж, это легендарная польская пятерка. Да, это все просто к шутке сводится. Ну да, разбросал ребят на 3 команды. Единственное, что кто не играет из них, это Паша Бицепс. У Пашки там другие кондиции. Жиз, и Рэл, и Рэл начался. Да, 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 но нужно держать форму, нужно подкачаться, надо, надо подкачаться, все это мы прекрасно все помним, да? Из одной небезызвестной песни, нехорошая, но песня. Дерево посадить, семью, так сказать, поставить на ноги. Да, пока Нео и Сенсей по фрагу здесь делают, и, собственно, на ответном фарсе вроде как есть некоторые перспективы, но если, опять же, грамотно пересоберутся Крэйзи и поставят хороший вектор атаки, справляться должно. Ну, два фрага уже есть от команды Крэйзи. Тас и Нео последние, 48 и 37 хп. Тас пытается воевать, играет Дэмко, дальше размен от Сергиза. Ну и Нео последний, 37 хп, скаут, и тут бы ему на самом деле на сейф уходить. Потому что здесь он, конечно, может попробовать забрать, ну, хотя надо, наверное, в двойне девайсов попробовать сработать, 20 хп остается у него, но и погибает от хэдшота Сенсей. Второй для команды Крэйзи, опять же, врывается быстро, находит свои фраги, хотя Эндрю был за командой Онэрис, но вот дальше продолжить свою эфирию они не смогли. Что могу вынести из матча Онэрис против команды Хелл Рейзерс? То, что очень был малозаметен Райка. Он шел на время со статистикой 0.10. Ну, а тем временем коэффициенты от наших друзей по Реймач 4.2 на команду Онэрис и 1.2 на Крэйзи, соответственно, победители первой карты это Бестов, 3 серии. Ну и также не забывайте крикать по баннеру, по трансляции, получать балансы к депозиту от наших друзей по Реймач. Да. Ну а теперь фулл эко для команды Онэрис. Тут только Юспы, хотя есть пара флешек, но не фулл эко по 250, то есть эко, но что-то себе добрали ребятки из команды Онэрис. Попытается, там уже врыв от зерги, задает фраг. Размен от Таза, 4 в 4. За файрбоксом находят еще и Нео, погибает, возможно, Таз. Нет, это будет Рейка, а вот теперь уже и Таз ложится, и последним остается Стом. С Юспом в руках, но и тоже должен погибать здесь, уже отрывающаяся демка. Да, так и случается. 3-0 за командой Крэйзи. Пока что, ну, типа, по одному-два девайс теряют, вроде не страшно. Экономика есть, при том довольно бодрая экономика. Там на 3 раунда прошедших 7 тысяч, 6 тысяч. Вау. Ну, опять же, со стороны защиты будет, какая-никакая ответка, а там уже посмотрим. Важно понимать, что Онэрис играет за КТ, и вообще, по-хорошему, обычный, да, мираж, как протекает, именно КТ с Айды. Если вас в атаке разносят, значит, что-то с миражом у вас конкретно не то. Но, опять же, это лишь вопрос времени, как некоторые люди говорят. Игра начинается только со второй плотной закупки, так что, быть может, все еще только впереди. Да, вполне может быть. Единственное, вот я помню, я не смотрел этот матч, но помню, что было очень удивительно, когда команда Онэрис закрыли команду комплексти на мираже 16-6. Вот тогда я, честно говоря, офигел. У нас пока что врыв на Аплэн, Трэйка уже погибает. Таз, ага, тут у нас Нео находит размен. Таз пока что за тикетбоксом, никто его пока здесь не чекает. Ставится пачка под яму и коннектор, все, Таз уже свое местоположение спалил. Нео очень больно, нужно бы отступать. Какой-то нужен фраг в команде Крейзи, но поступает фраг от Нео. Ну и будет ретейк, по всей видимости. Да фу, скитов я чуть не вижу. Но в большинстве, в принципе, могут ретейкнуть. Хотя одна флешка на этот выход. Чтобы размины нормально пошли. Но вот уже Сергис закрывает Нео на коне. И, собственно, выход ретейк. Да, попадает по игроку в яме, но, опять же, это не сильно его волнует. Потому что бомба-то тикает уже довольно серьезно. И ребята из Крейзи, вероятно, его сейчас заберут. Хотя дергают неплохо. Призм забирает Сергиса Псайха, закрывает Таза. Но Призм забирает Псайха и проигрывает этот девайсный, как и предполагалось. Крейзи хорошая работа. Да, но, словом, опять же, тут при поставленной бомбе я не скажу, что Крейзи отработали. Очень уверен. Ну, это бывает. Опять же, давай лучше посмотрим на коэффициенты от наших друзей париматч. И сейчас они все так же 4-2 на Онорис и 1-2 на команду Крейзи. Как ни странно, от наших друзей париматч. Да, интересненько. Да, весьма и весьма. Вот у нас закупается команда Онорис. Было два сейва. Соответственно, Авика и Эмки. Докупается еще 3 М4А4, поскольку лоус-бонус уже максимальный. Но вот сейчас будет попытка от поляков вновь поджим центра. Под ложки врываются. Сергис пока что не видит игроков защиты. Тут у нас подставляется Сенсей. Размена Сергиса нет. Влетает Молик за баксы на центре. Натушится все это максимально быстро. Получает и чухейшка Сергис, но все равно выживает. 4 в 5. Пока что уменьшится для команды Крейзи. Ну и вероятно, что вот с подобным как раз таки раундом они и не могут справиться. Когда меньшинство, когда нет совсем-совсем дополнительного понимания, как же соперник обороняется здесь. Ну и можно сказать, что в действительности пока Онорис, получив даже опен, особо нигде не поджимает. За исключением, наверное, тех же самых боопартов. Но потом возвращается опять же на дефолт. И нас ждет затяжной раунд, по всей видимости. Но Крейзи решает действовать под Апленд. Угу. Тут три игрока защиты. Авик находится там же. Стомб будет чекать яму. И флешечка пошла. Стомб реагирует. Даже будучи в плане, там было слепление не такое серьезное. Прошивает Сергис в ответ Стомба. Есть размен для атаки. Выход от Токсика. Не совсем удачный. Таз дает свой фраг. Это 2 в 4. Меньшество для команды Онорис. Пытается уйти. Таз не получается. И дальше размен. Есть. Трайка находит фраг. Псайка дает свой минус. 1 в 2. Должен Псайка разыгрывать. Ну и попробовать даже поставить пачку. Для него может быть. Начинает его прошивать. Что-то начинает крутиться. Пока нет понимания никакого, где же находится противник. Ставится бомба. Ну хотя бы деньги для команды Крейзи. А дальше хэдшот. А дальше возможно смерть. Да. От призма. Но три девайса защиты выбили. С почином для поляков опять же. Очень хорошо, что сейчас удалось взять за первый раунд. Но с другой стороны. С другой стороны. Там может оказаться первый и последний раунд для них. Я вот за что боюсь. Ну глянем. Все буду делать грамотно. В общем-то ты был прав. Фаворитом здесь однозначно является команда Крейзи. Опять же по игре. Тех вот самых первых раундов. Но они как-то вот темп уменьшили свой. Который был на первых трех раундах. И вот на втором девайсе там. Который оформили онлез для себя. У них темп уже был не такой серьезный. То есть они во-первых не ожидали поджима центра. Что довольно часто случается. То есть они даже не чекнули его. Банально. И после этого посыпались ребята. Хотя опять же выход на аплент с разменами был чуть ли там не равный. Они там были 4 в 3. Потом 3 в 2. Потом 2 в 1. Где-то вот одного минуса команде Крейзи не хватило. Чтобы выйти на паритет по живой силе. И попробовать разыграть именно вот будучи конкретно в равных кондициях. Поэтому такое можно тащить. Два авика в защите. Онри засейвили из прошлого раунда. Такое прям нужно уметь проходить. Потому что два авика. Тем более стомп в форме. Нео тоже сегодня убивал. Но это неинтересно как Рейка себя чувствует. У Рейка один фраг. У стомпа один фраг. Че-то не один, не второй. Хотя если понятно почему Рейка может быть сегодня. Начиная с первой карты не очень. С том ты че? Ну вот так получается. Ну с другой стороны. 50 секунд времени. Может быть пока и не дают шансу отыграть. Как-то супер круто. Ребята. Нео ловит токсиком. Вот у нас снова начало. Которое очень-очень приятно. Вроде как. И для защиты, и для атаки. Но будем честны. Опять же. Атака всегда в преимуществе при паритете. И мы видим пока размены. Пользу атаки. И, наверное, так оно и будет. Открывать раз за разом. Что-то прям совсем грустно за компанию Нео Этаза. Что-то как-то да. Ну да, там щебетый сенсей. Пытается чуть-чуть по одной доработать. Приходит Дэмп на выручку. Стомп убивает. Дэмп попытается еще как-то оформить сейчас ретейк. Видит плечо противника. На тебе в плечо. Остается 1 на 1. При том, что сенсей на 16 хп сейчас всего лишь. Флешка пошла. У стомпа есть до фуз-киты. Нет, конечно, смока. Но все-таки это может случиться. Но тут хэдшот от сенсея. И это почти взятый раунд для стомпа. Если бы не вот этот вот хэдшот от сенсея. И у онрис нет денег. Там только у Рэйка имеется. А почти считается или не считается? Почти, можно сказать, на истрай, но не считается. А что, так сложно-то? Как, закрутил, а? Да. Бать, не надо так быть. Хорошо. Я тогда поем и посплю, пойду. Но что? 6 раундов позади. Действительно, пока не очень много таких вот грамотных вещей со стороны. Опять же, поляков. Но попытка поджать Андер заканчивается неуспешным образом. И полный расстрел по всем фронтам. Корейзи должны закреплять себе экономику, потому что ее сейчас реально нет. И одна ошибка, и ты ошибся. На призм, на беопартах. Зачекает ли его сейчас команда Крейзи, потому что 5-7 довольно коварный пистолет, особенно вблизи. И Токсик первый чекает. Токсик. А что? Вот призм немножко, мне кажется, отпустил. Он думал, что то ли убил, то ли пытался перевестись на голову. И по итогу фраг даже один пока не получается. У команды Онрис остается Нео и Стомп. Там скаута 50-го, оба без армора. То есть там даже можно не в голову начислять. И ничего у команды Онрис, оставшейся в живых, не получится. Это проблема. Большая-большая проблема. Но выбивать, наверное, стоит. Да, там уже, кстати, погибает Сергис от Нео. Стомп. Попытка попасть. Не получается. Там бит игрок против него. А тут Нео с девайсом, но девайс быстро падает. И все падает. Вот тебе и шестой раунд в команде Крейзи достается и падает в том числе. Вот она история, которая, в общем-то, должна радовать болельщиков Крейзи. Потому как те очень досадно проиграли АйДжефом, в общем-то, перестрелочку на Инферно. А теперь отыгрываются на поляках. Вопрос вот у многих был, да, долго ли еще проживут. Вот, ребята, под контролем ТАЗа и Нео вопрос интересный. Потому как, да, действительно, состав вообще-то не показывает результатов, если честно. Ух ты, Стомп. Хороший был фраг на СНС. Погиб снайпер команды Крейзи. И 4 в 5, Стомп, в меньшинство. В прошлый раз с эндри фрага тогда команда Крейзи и проиграли. Хотя Токсик находит размен на Призма. Погибает польский боец. И затишье на карте. Прям такое затишье-затишье, что ничего не понятно. Пытается ТАЗ выйти в яму. Видит, никого не видит. Видит только трупы. Тут Псайка вместе с тиммейтами уже топчется. Плюс-минус ТАЗ выходит дальше. ТАЗ начинает в перестрелку. Получается не очень. Сам еще дэмэдж отхватывает. Хаешка верхом. Неплохая под ТАЗа. Ну и ТАЗ вынужден сместиться дальше. Обратно в сайт, прокидывая смоук. Ну и 4 в 4. Ну что, ТАЗ? Давай, показывай класс. Все-таки надо... Надо не собираться за защиту. Он Аркадец смоук. Все, ты делал наказываю. Так же падает рейка. Волнишь право лопорников база. Другого и не скажешь. И в итоге лишь один Нео, который лишь только разводит руками и говорит, друзья, ну за шо? За шо? Что вы делаете, ребятушки? Что произошло? Ну вообще, я тебе скажу, что очень похоже на то, как Хелл Рейзерс обходили с командой Онорис на трейлер. Там, правда, тогда начинали Хелл Рейзерс за защиту. Но стрельба у Онорис по-прежнему где-то на уровне идеи. Сейчас. Да. Ну тогда давай. Ну смотри, рейка 1.8. Три фрага у Призма, 4 у Стоумпа, ТАЗ-3. У Нео там, сколько у Нео фрагов. Ну вот единственное, что Нео стреляет. 8 на 6 у меня статистика. Типа. И все. Понимаю. На этом заканчивается. Это семерочка, денег в команду Онорис нет. Ребята будут покупать себе что-то сейчас. Ну, типа 2 кабай, да? Сделают. Но это, возможно, выход на победу на первую половину, при том только один для защиты. Ну такое. Будем знать. Ну ничего, Онорис рано или поздно, возможно, придут к какому-нибудь взаимопониманию и скажут, ребята, может быть, дисбант? А как вот Азабулл же тоже стак, тоже он собирал себе польскую пятерку, он тоже быстро развалился. Наверное, там еще какой-то презентат такой красивый делал. Високрак? Високрак? Не-не-не-не-не-не. Или до этого еще? По-моему, после этого. Оказывается, это перед Онорис. Там, кстати, погиб таз, сейчас я найду. Ты точно знаешь, что тег 100%, просто я не помню название. Он произошел буквально 2-3 месяца. Я вижу лишь только пока фраги для команды Крэйзи и ничего иного. Очень легкая прогулка по миражу, стомбрейк вдвоем. Складывается ощущение, что отбоя не будет со стороны Онорис. И мы увидим снова очень быструю первую карту, что довольно... Вот, подкасты, аристократы были же. А, аристократы? Да. Потом это были... Это команда для ESL Pro League, друзья. Фиксируйте. А пока что фиксируем счет 8-1 с одной смертью для команды Крэйзи. Но, как мы видим, там экономика в атаке. Будь здоров. Сейчас еще и за раунд насыпать по 3-400 и как бы... Все будет вообще замечательно. Когда там 9000, 10 тысяч. Ну, типа, я даже сомневаюсь, что Онорис возьмет в первой половине пятерочку. Очень сильно сомневаюсь. Я бы даже сказал максимально сомневаюсь. Ну, давай посмотрим, что скажут наши друзья из пари-матча. Это 10 на Камадо Онорис и 1-3 на Крэйзи. Выдели первой карты, это было 3 серия. Вот это уже сильно. Вот это уже... Да я понимаю, понимаю. Это, конечно, да. Мощно, сильно, молодежно. Но не в случае команды Онорис. Конечно. Там молодежь немножечко под другим как бы находится давлением. Поэтому... Это правда. Так, Стом снимает Сергиза. Опять же, Стом дает энтри для своей команды. Но исправится ли команда Крэйзи в этот раз? Пока что счет 1-1 после энтри от команды Онорис. Будет ли двоечка за команду Онорис в этих энтри фрагах? Пока что Сергиз по центру крадется. Ждет и буста. Но вот, кстати, тут грамотный человек. Потому что многие команды полностью игнорят и лестницу, и буста. И за это погибают очень-очень часто. Здесь же Сенсея полностью просканировал почву. Где чё, кого? Никого не увидел. Говорит, ребята, там пока свободно. Я бы осмотрел. Секция Клио. Наборовали. Да, но... Пока я даже не знаю, что бы советовать Онорис, чтобы исправить. Ну, для начала бы убивать, конечно. Но вот пока опен есть, но... У меня сегодня такой опыт опенов, что как бы... Что они есть, что их нет. Разница абсолютно никакой. Так, ну 3-2. Таз хоронит надежды. Погибает также Сенсей. Дэмк. Остается 1 в 3. Ну... Ой. Промазал Стом. Неприятно. Смог полетел. Но 1 в 3. А, ну всё. Стом в будущем блайнде забирает. Дэмка. Двоечка есть для команды Онорис. Две снайперские винтовки снова сэвятся. Таз и Стом по 2 минуса в прошлом раунде. И повтора Таза, который не особо начал свой спрей, но Стом потом продолжил за здравие. Соответственно, это хорошие 2 фрага. И при статусе 3 в 3 Таз браунд уже фактически выиграл для своей команды. Но, как мы уже отмечали, экономики очень много у команды Крейзи. И даже после этого бая у них остается 6-4-4. Но только у Сенсея и Дэмка некоторые проблемы могут быть в случае бая. Но там, я думаю, что Псайка поделится с ребятами, если будет какая-то проблема подобная. Ну что, готовится снова закидка базы. При этом трое игроков в направлении мида. Ну, вот что-то крэйзи. Начинают немного мудрить, но, в целом, пока счет позволяет, могут пробовать разные вещи. Занят икон. Есть минус от Сергиса Патаза. Также падает Рейка. Призм отлавливает свою очередь Псайха. И, похоже, снова контроль над раундом на стороне Крейзи. Ну, а что-то с Том полез на перестрелку. Спалился из-за партов. Не смог убить противника. Нео тоже никуда не собирается уходить. Пытается работать на экзит-фраге. Но, по-моему, сейчас его могут самого закрыть, если придет какая-то флешка на Дельпана. И Нео. Раз, тебе туда. Удача, размена токсика. Великолепная игра от команды Крейзи в этот самый момент. И тут уже для Призмы единственный верный выход. Это сейвить калашников 19 хп. Да, какие-то гранаты. Есть также еще и молик. Но он не смогут закупаться. У них там может хватать ресурсов на это все. Но как поступит вопрос. То есть Призм сможет дать дроп. С Том купит сам себе. При том, что АВИК. У Нео тоже будут деньги. Там по, сколько мне будет, 4 500. Нет, просто 4 тысячи. Олеж, ну зато счета не будет, понимаешь? Вот счет. Это да. Где раунды добрать? Где? Купить. В каком магазине они покупаются? В каком? В камбэкшне. В камбэкшне? В камбэкшне. Мне, пожалуйста, два с мясом. Это твой бренд? Конечно. Можно узнать? А вы его зарегистрировали? Не. Похоже, вы только что подали очень интересную идею работягам в чате, а тем временем еще один таймал для Лондарис. Бизнес-план уже пошел, Олег. Ты только что потерял. Там уже записывают, да, ребята? Типа, камбэкшне с мясом. Уже берут кредиты на бизнес, вот это все. Да-да-да. Так, ну тайм-аут у нас в прохоре для команды ОНРИС. Счет 9-2. Пока что вообще без перспективного развития для команды ОНРИС в защите. Типа, если бы в атаке, я бы еще, может, на них поверил. Ну, типа, с кем не бывает, атака не пошла. А когда у тебя так диффенс не идет, тут уж, простите меня, но, как бы, вряд ли он когда-нибудь начнется, да. Ну, опять же, спидзывается, счетов не стоит. И все-таки кому-то где-то там ДБ, они могут постараться где-то подцепить. Но если реально оценивать эту игру, да, действительно ОНРИС пока не дотягивает по уровню. Да и, в принципе, наверное, всех матчей, которые мне доставались, зачастую просто не по силам были. Ну, что поделать, такая вот команда. Да. Ну, вот я что-то сомневаюсь, что у них и трейн пойдет. Мне кажется, у них в целом форма не очень сейчас. Не в смысле Джерси, а игровая форма. Ну, и Джерси, может, и не нравится. Почему нет? Потому что ты же фанат Астралис. Ну, я бы при этом не отказался от Джерси и Нави, например, или какой-нибудь еще команды, типа... Ну, мы же с тобой про ОНРИС говорим. Это правда, да. Тут ты, конечно, меня прям подловил, Андрей, подловил. Так, а здесь у нас легкий фраг по тазу намечается. Нет, таз уходит там как-то между пуль. Промансовал. Ну, выход-то на аплент, а где смоки под хелпу? Не очень понятно. Молик-то поэт, что за фарбокс? Там еще в том, кстати, в конце. Размены есть. Таз убивает токсикот. Тут же не получается... А, там патроны закончились у таза. Бедняга, таз. Не смог. Но, Нел, это позиция на раунд. Вот, может быть, сейчас... Он еще сейчас и бомб Керри убьет, да? Приветики. Минус бомба. А дальше... Это что, третий раунд получается? 25 секунд. Времени очень мало. Демг дает фраг на стопа. Ситуация 2 в 2. Призм свою позицию палит. Но время. Время для играть не на сторону команды. Призм вообще. Погибает еще и Призм. По новой информации есть. Все, должна забираться бомба. Остается пачка. Нет. Да ладно. Ничего не должно. Третий раунд отмена. Вообще ничего не получается. Да какой ужас просто, а? Ну, это как бы... Ну, это бомб получается. Надо же играть. Надо показывать, а не сливать группу. Они же, знаешь... Они по факту... Вот. Как бы не сглазить... Но они могут за всю группу взять... Меньше 16 раундов. За всем матчем группе. Ну да, 6. Первая карта. Здесь какая-нибудь пятерочка. И на трейне там 4-3. Да и не факт, что здесь пятерочка будет. Ты понимаешь? Да, да. Тут какая-то половина... 13-2, 12-3 и... И там пистолеты взятые. А там уже ГГВП. Вполне возможно. Я говорю, что... Я даже не уверен, что на трейне ребята из команды Onris смогут показать что-то. Поскольку стрельбу у них просто... Вот пока что все дело в стрельбе. Вроде бы что-то и пытаются. Какие-то энтри дают. Где-то ловят на ошибку команду Crazy. Но... В целом это прям боль печаль. Смотреть за таким контрстрайком. Складывается ощущение, пока тут товарищ... Товарищ Сергий забрал в общем-то нео размен от призма, что они просто растят молодых, накидывают ему опыт, им опыт перед уходом, так сказать. И после они оставят им, типа, ну, будет рога, как бы, нео и тазу, словно, да? Но они соберут более молодой состав, а двое, а то и трое уже будут опытные. Шаришь? Ну, может быть. Ну, это как сейчас у DOSI Mustang Crew. Ну, там, мне кажется, рофло радио. А здесь вряд ли. Ну, кто знает. Ну, просто молодые пока... Я вижу, что есть перспективные... Это стомп, 100% стомп. Очень жесткий... Ну, соответственно, сейчас мы видим, что нео. До сих пор еще держит себя в форме. По рейка есть очень много вопросов, потому что уже вторую карту подряд-то его просто нет на карте. Вообще. Ну, типа, здесь 1-13, там он на трене сказал, что-то 4 на 20. То есть, такой ситуации. Где брать фраги ему, я не очень-то не знаю. Может быть, у него роль такая. Ты не думал, потом не говори, да? А, фору давать противнику, да? Нет, не эту, в смысле. Отличная роль. По факту и это тоже получается так, да. Ну, а шо? Чем может, тем помогает. Правильно, правильно. Конечно. Ну, или не помогает. Ну, вот тут спрашивают про, какая сторона Т у команды Honor. Здесь это никаким образом не влияет. Конечно, посмотрю сейчас. У них сильная сторона... Ну, да, там подсказали. 52% в 48 пользуют Т, но... Извините, но с такой игрой тут, что Т, что хоть там 8% будет за Т-сайт, это никак не повлияет. При том, что сильная сторона почти 60% для ЗКТ у команды Крейзи. Как бы, извините, но нет, 60%. Ну, 59,2%. Ну, пока вообще-то полный развал со стороны команды Крейзи. Honoris все никак не могут раскачаться. Тогда, друзья, не забывайте кликать по баннеру, по трансляции, получать бонусы к депозиту от наших друзей. Паримач, видимо. Там уже... Говорить не о чем. Поплава, поплава. Фраг-то будет сегодня, да? Фраг от Сэнсэя. Дальше размен по Сергизу. Эта ситуация 4 в 4. Погибает также Тасс. Очень больно, Псайка прилетела. Ну, это был, соответственно, дуэль, в которой победил игрок команды Крейзи. И идет уже Псайка 18 на 5. Тут вот взять Псайка вместе с Сергизом, это все фраги команды Honoris. Ну, ты, конечно, жестко взял и завернул. Ну, типа, смотри, там 20... Это Нео и Стомп. 32 фрага у них на всю команду. У Сайка и Сергиза 28 на двоих. Так. Ну, добавь, не знаю, 5 в 3, типа, какая-то такая история. Просто добавь воды, я понимаю. Просто добавь воды, да, и будь тебе юппи. Не понял. Ну, или как они там называются? Про что это было? Нет, все, правильно я сказал, просто... Не знаю, мне просто мы... Я не вижу... Это была не та, сука, ну ладно. Ну, хорошо. Так, Стомп. Не пропуская демка. В ногу попадания есть, но фрага нет от Стомпа. Поставленная пачка будет в скором времени, но там перетяжка от команды Honoris. Должны идти в ретейк, ему же терять-то нечего. Просто нечего терять. Нужно идти, давить и пытаться убивать. Сейчас. Все это действует. Тем более, там двое красных. Все, Нео снимает Сенсея. Время по-прежнему играет на руку команды Crazy, Нео садится на дефуз. Вот у нас летает токсик. Сайка не верит, что там вдыхуется бою. Нет, дело даже не то, что не верит, он не может. У него соперника сколько? Он один, его окружают. Засада. Я бы на тебя посмотрел, когда на тебя три пушки смотрят, что бы ты делал. Бежал. Я, конечно, не эксперт, но бег не помогает тебе уклоняться от пуль. Смотри, как бежать. Я смотрел один фильм про мутантов. Там один парень очень быстро бежал. А ты мутант или кто? Ну, иногда бывает по пятницам, да. Ну, да, получается, ну да. Иногда бывает, да. Но это редко, конечно, редко. По стенам бегу. Окей, два века за КТ, представляешь? Последний раунд первой половины. Ого. Мы пришли к нему. Никакого такого не было, и вот опять. Юнинелл даже опен сделал, представляешь? Через смок. Вау. Обалдеть. Обалдеть. А что дальше? Будет ли победа, нет? Победа в раунде? Или победа в карте? Ну, победа в раунде вполне может быть. Для начала в раунде, давай подумаем. Да, после Энтера очень часто заходят раунды, конечно, для команды Онрис, но тут, мне кажется, что если Онрис дает Энтери, то там, в большинстве случаев, даже здесь заходят. Я, конечно, сейчас не возьму считать по статистике, что куда кого. И разыскивая через геймлог на ХЛТВ. Ну, как минимум, как минимум, да, уже ситуация 5 на 3, и полякам, короче. Должно. Но это не точно. Токсик прорывается. За сайда щелкает его призм. Под флешку его же тиммейта погибает дэмк. Призм погибает от сенсея, но это один был выживший игрок команды Крейзи, и он тоже погибает. 4-11. Онрис. Добрали себе четверку, но до камбэка, конечно, тут еще как до Китая, но вы сами знаете, каким образом. Так что здесь нужно будет прям запотеть жестко-жестко. Опять же, напомним, что у команды Крейзи Выборка по картам Домираж побольше, винрейт у них гораздо больше, и сильная сторона Диттонса, притом с довольно таким серьезным перевесом. Так что легко команде Онрис здесь точно не будет. Взял, унизил ребят из Онрис. У Крейзи все больше, говорит. Ну, все больше. Все больше. А вдруг у них... А вдруг у них зарплаты больше? Что? О, Онрис? Да. Ну, и дай бог. Как бы только им не помогать-то выигрывать. Наоборот, голодный Крейзи получает там 200 рублей за раунд. Они такие, типа, эх, сейчас мы поедим. Ну, хорошо, хоть ты меня понимаешь, что деньги в жизни не головные. А то это... Это ужас какой-то... За громшки невозможно над тем разговаривать. Ладно, вторая пистолетка. По раскиду Дэнки и Токси. А со стороны атаки на раскидки призм и Нео. Ну, причем два таких результативных штрафа. Ну, ты душа, душа-то база на пистолетке. Хороший заход, между прочим. Подстать, кстати, команде Крейзи. Да. Но они тоже так врывались. У меня так воспоминания тоже еще работают. Нам показали Дэкой. Спасибо. Очень приятно. Но 4 в 3. Есть смок, также есть для Токсика молотов внезапно за КТ. Который стоит, на секундочку, 600 баксов. И только один армор на всех трех бойцов. В принципе, это можно и засейвить, на самом-то деле. Чем и занимается команда Крейзи. То есть у них будет побольше перспектив в плане раскидок на следующий раунд. Они, скорее всего, будут форсить. Они уже не видят здесь смысла. Дефуз китов у них нет. И не было. Поэтому и идти на ретейк нет никакого резона совершенно. Грустно. Грустно, на самом деле. Для команды Крейзи сейчас, вероятно, будет форс. Правильно? Да. Должен быть. Есть форс. Молик личным не будет на подобном раунде. Так что... А может быть и к лучшему. Что-то, в общем-то, и не пошли дальше. Мэйби, мэйби. Мэйби. Ну, смотри, если сейчас онрис забирает форс раунд противника, то это выход, возможно, на семерочку будет. А там уже четыре раунда разницы. И... Можно будет так, ну, немножечко, немножко задуматься. Вот буквально полсекундочки на то, что онрис могут уже в камбэк. Не, ну, это как в матче Hellraiser, между прочим. Все реально. Да. Никто не снимает вопроса. Просто как только до первого Блайсноу доберутся к Рейзи, мне кажется, стрельба снова даст о себе знать. Ну, где-то. В каких-то моментах. Ну, там, да, и появится АВИК, и М-ки, какие-то, может, даже две снайперские винтовки. Хотя вот я вижу, что сейчас Крэзи себе экономики не оставили совершенно. Они полностью ударились в форс. То есть, на первом раунде АВИКа может и не быть. Не, а почему? Без армора. В зависимости от того, сколько киллов будет. Ну, короче, много опций, на самом деле. То есть, тут зависит просто от того, возьмут ли форс. А если возьмут форс, то там вообще совсем по-другому будет сценария. Окей. Зачем они севят юспы, спрашивают? Ну, во-первых, потому что там была раскидка дорогостоящая. Во-вторых, там еще арморы были, и шансов на ретейк у ребят из команды Крэзи не было. Не было до фоскитов. Депозиций тоже не было, поэтому это было номерный сейв. Рейка уже убивает сэнсэя. 4-5, Рейка на одном хп. Правда, Сергей находится под абартами, пытается убивать, но получает хэтшот. Справляется еще и сайка. Дайм дает размен. Возможно, члендрак летит, но нет. И здесь у нас получается Токсик-1. Выживший у команды Крэзи с автомармором, диклом и попытка кого-то убить. Ну, вот на атаку, на карте на мираж. Дефенс. Да, немножечко. Как-то мимо кассы пока что у обеих команд. Грустно. Грустно такое слушать. Но ничего не поделать с другой стороны. Будем ждать Девайсного. Там, опять же, команде Крэзи в любом случае придется себя проявлять. Ну, вот так вот легко. В общем-то, Унерис уже заходит за шестерочку. А там, глядишь, и семерус, восьмерус, да будет, да может быть, и паритет, и вообще-то камбэк. Но там, да, два таких хороших шага. Типа, я имею в виду два Девайсных. И все. И дата видания. Команда Крэзи может быть. Но это, опять, зависит от команды Крэзи. Как они с этим разберутся. Мне кажется, здесь больше зависит все от них. На самом-то деле. Но это не точно. Так что, как раз сейчас увидим. По кайкам. Ну, а там закупаться-то, что, куда? Там пара диглов, может, будет каких-нибудь. Один точно засеяли на руках Токсика. Смоук там есть. Одна флешка для Сайко. Ну, и вроде бы и все. Унерис что-то опасается. Ну, боятся лететь сломя голову. Опять же, да, мы видим разрыв в счете. Мы понимаем, что... Как у самих, экономика не сильно-то ушла вперед. Так что, желательно максимально аккуратно размеренно действовать и выводить себя понемногу-помаленьку на равный счет. А там уже будем надеяться на лучшее. Закидка базы сейчас. В общем-то, тень не пробивают. Судемки делают опен. На эграунде как бы и атака не посыпаться, к слову. Ну, и ротация сразу же через Респ. Там в окно забирается номер 5 Трейка. И вот от него, опять же, сейчас много фрагов зависит. Угу. Ну, там 4 опорника базы А. Сайка. Сейчас может найти Рейко. Приветики. А по стрельбе не заходит. Там, в принципе, мог бы быть фраг из ножа. Честно говоря. Но там складывается Токсик. Это 3 в 4. Ну, и, по-моему, это раунд уже точно за командой Онри. Сейчас будет поставленная бомба в кратчайшие сроки. Ну, а там Сергис на Мактене. Что-то куда-то идут вроде бы чуть-чуть. Но Сергис точно на экзит будет работать, пытаясь заработать себе какие-то средства. Ой. Опа. Нео, сюда. Сюда, говорит. Так, Рейко, размен. Хорошо. Ну, и еще бы один минусочек где-нибудь так цепануть. И было бы хорошо. Ну, типа, да. Транты не выиграют, а вот девайсов побивать могут добротненько сейчас. Мактен не работает. Но там можно вот как раз-таки Красного Рейка добить. Так и получается. Остается у нас только два девайса на руках команды Онрис. А по экономике сейчас очень неплохо поработали. Сенсея попытается еще засевить какой-нибудь девайс. Ага. Видит Молтов. Глаза разбегается. Че брать? Молтов, Калашников, Калашников. И он еще и призму убивает. О, как. Сильно играет, получается. Очень сильно играет, получается. А, это минус 4 девайса. Ну, и по факту, если первую закупку сейчас Крейзи на себя потянут, то кто-то останется без экономики. Да. Такие четкие фраги с этого по 50-х. Раз, два. И Сенсей. Не, постребя все хорошо у команды Крейзи, это безусловно. И вот они, авики. В руках обеих команд, Стомп и Сенсей. Сенсей. Ага. Сергей слышит перемещение. До партами чекается, но никак не помогает. Сергей дает фраг, размен от призма. Но заход на плент есть. И раскидка тоже пошла. Сайка. На приемке не получается. Погибает Сайка. Размен от Сенсея. 3 в 3. Бит и Сенсей. Но там по-прежнему авик. Тут самый Нео находит свой фраг. Нео попытка убить еще и Токсика не получается. 2 в 2. Не ставится пачка. Погибает Рейка. Стомп последний с АВП. И по нему информация сейчас тоже может быть. Он топает. Стомп дает свой фраг. А дальше остается 1 на 1. Где-то я уже такое видел. Ну, пускай будет так. Пока по разменам. В общем-то, Стомп может реально вытащить этот раунд. Главное не загулять. Да и про бомбу не позабыть. То можно и заиграться чисто по времени. А он сейчас не зачекает Сенсейль дочекает. Приветики. Приветики. Вот ты доигрался кто-то. Ну, опять же. Ладно, это лично индивидуальное решение. Никто, конечно же, его за дело не ругает. Ну что, 12-7. Первый девайс нашел в руки команде Крэйзи. Соответственно, пора бы тогда взглянуть на коэффициент от наших друзей париматч. 12-6 на команду Онорис. И 1-0-1. А выделите первую карту Беста-3 на Крэйзи, соответственно. Это жестко. Также не забывайте кликать по баннеру под трансляцией. Получать бонусы к депозиту от наших друзей париматча. Да. Онорис решили сделать 2к-бай. В принципе, тут абсолютно полностью поддерживают решение. Выход на центр. Теряют двоих. Демки сервизуют по минусу. На размена нет. Тут нас Сергей сподправляет еще и Нео. Остается последним Стомп, потому что Призма тоже убили. И, возможно, раунд 5-0, если Стомп не даст свой фраг какой-нибудь. Желательно будет, конечно. Ой. Что-то Сенсея в лицо полетела. Погибает от Сайко. И дальше все вместе гурьбой за Авиком. Побежали. 13-й раунд для команды Крэйзи. Что там, в общем-то, с раскладом Онорис? Будет лифт-бэ, потому что мы с вами видим, что как бы 13-7 это все еще играбельный счет. И в какой-то момент даже можно перевернуть свою пользу. Главное начать брать раунды в ряд. И опять же, в атаке я бы не сказал, что у поляков нет особо каких-то шансов. Потому что Крэйзи это не та команда, которая играет без ошибок. Она иногда позволит себе очень чудовищные поджимы, которые имеют не совсем грамотный тайминг. И на этом можно не ловить. Пока ошибок с их стороны конечно подачи. Ну да. Они и по стрибе плюс-минус тоже. Где-то и в клатчах тоже у них есть. Вот опять же, сколько там тащилось, да? Стомп оставался против Сенсея. Вот я говорил про момент в первой половине. Только Сенсея был тогда за атаку с лоу хп. А сейчас Сенсея потащил, ну вот тут девайс на раунд с лоу хп за дефенс. Первый девайс на раунд. Да-да-да-да-да, вот эта самая история. Ну и сейчас конечно Онорис нужно брать бета-траунд. Они конечно не полностью выбиты от команды Крэйзи, но все равно нужно потеть. Там у нас стомп у команды Онорис без армора. Какая-то пошла раскидочка от защиты. Нео пробирается аккуратно. Совершенно за... Что? Так. Уничтожил первого. Минус от Сенсея по тазу. И очередная закупка для Онорис становится большой проблемой. Они не вывозят. Что ж такое-то? Ну когда? Хотя бы сейчас нужно было справляться, но нет. Это еще и пять в ноль. Еще и два века за командой Крэйзи. Жизнь боль? Да, когда финансов ноль. Ну а тут, как мы видим, атака имеет вообще очень мало денег. То есть они проигрывают три подряд. Они взяли три первых раунда. Потеряли там очень много экономики. И сейчас, ну это опять же бай 2К. Скорее всего выход на 15 для команды Крэйзи. Ну а там какой-то один раунд. И Крэйзи закономерно свою карту будет забирать. Ну опять же, помнишь, я тебе говорил в начале матча, что скорее всего будет похоже на АГФ Хэлл Рейзерс, на Демираже. А там что АГФ не играли Мираж, что здесь Онорис с Мираж играют, ну постольку поскольку. А там врыв через шорт, все это ждется, все это чекается, три фрага уже есть. Команды Крэйзи. И походу в раунд 5-0, да, прикрывают. Тут еще и демка. 15-7, 8 оппоинтов для команды Крэйзи. На собственном пике. Ох уж эти Онорис, что же вы так грустно-то играете, а ведь столько шуму, когда известные имена Нео, Тасс возвращаются, собирают команду, а в итоге команда счет вообще результатов так за сезону не показала. Я не знаю, может быть реально после, после лета уже все. Немножки тысячи квала попытаются поиграть, если там уже нет. То есть это как турниры, где можно неплохо прорисоваться. Хорошко прорисоваться, они хоть что-то вообще выиграли, по-моему нет. Они неплохо стартанули. Ну, старт это еще далеко не значит. Хорошо начали, а закончили за упокойную. Ну, да, вполне возможно, вполне возможно. Ну, посмотрим, может быть, уже когда нечего терять, команда Онорис начнет что-нибудь набирать, какие-нибудь, не знаю, хоть ТБшку пробьют. Почувствую уверенность к Трейну какую-нибудь. Или какие-то такие вещи. Сейчас мог развеяться, и Токсик будет готов. Ну, а дальше никого не видел, поэтому тиммейты перемещаться с шарта незачем. Полетели броски на кон. Сайка щелкает брейка. Три в пять. Ну, по-моему, это шестнадцатый раунд для команды Крейси, если вот меньшинство свое сейчас команда Онорис не реализует. При том, что три игрока там находятся на центре. А ТАС пытается выйти, а всю движуху слышит Сергис. Это точно и прекрасно. А там еще и Сайка. В холке в случае чего. Молик полетел на апарты. Сергис сейчас может выйти сам. Кого-нибудь убить, влетает флешка. Чаще погибает там еще и наук сэндвича. Ну, и все, 25-16 для команды Крейси. Чекайте, скриньте. Похоже, что действительно легкая прогулка. Ну, и, к сожалению, для поляков. Да, миражом промахнулись, но дальше. Дальше, может быть, будет лучше, но это не точно. Друзья, победа уходит в стан команды Крейси, чем мы их поздравляем. Хорошая работа, но это лишь только начало было три серии.